Карантин продлили, а подарки не отменили. Более тысячи моделей бытовой техники от сети комиссионных магазинов Титан. По сказочным ценам. Снегопад, метель и мороз внесли свои коррективы в дорожную обстановку города. Снег кружится, машины бьются. Вот и на улице Воровского не смог затормозить водитель Тойоты РАВ-4. Он ударил Митсубиси под жиро, а тот, в свою очередь, протаранил ограждение. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 17 декабря в 12.15 напротив дома 16А по улице Воровского. По предварительным данным, 73-летний водитель Тойоты РАВ-4 столкнулся с поджиро под управлением 45-летней женщины. После удара Митсубиси отбросила на дорожное ограждение. Как уточнили в ГИБДД, пострадавших нет. Почти в это же время произошло ДТП в Кирово-Чепецком районе. По предварительным данным, на 19-м километре дороги Киров-Зуевка 64-летний водитель Рено Степвей протаранил встречный Рено Логан. Обе машины получили повреждения, медиков на места аварии не вызывали. В 5 с небольшим вечером у дома номер 94 по улице Павла Корчагина столкнулись еще два авто. По предварительным данным, 21-летний водитель девятки врезался в стоящую у обочины Шкоду. В этом ДТП тоже обошлось без травмированных. И еще одно ДТП в Кирове. В четверг в 19.40 соединились попутные автомобили. По предварительным данным, в ДТП попали 21-летний водитель Део Матис и 43-летняя женщина-водитель Лексуса. За помощью медиков никто из участников аварии не обращался. Сергей Пичугин. Место происшествия. Продолжение следует...